Добрый день. Добрый день, меня сейчас слышно. Спасибо, Павел, за прекрасную возможность узнать о всех предстоящих мероприятиях. Очень заинтересовала презентация и продвижение дидактических игр, конечно, тут очень интересно. Ну а мы пока начнем свою тему. Тема нашей сегодняшней встречи – персональное выгорание. Да, ну, конечно, затрагивает многих и многих педагогов, коллег, вообще работников, помогающих профессий. Представлюсь. Я педагог-психолог, много лет, почти 20, работала в системе образования в школе. Сейчас я тоже тружусь с детками, родителями, но уже в системе дополнительного образования. Также я гештальтерапевт, сертифицированный аккредитованный Московского гештальтинститута и управляю, руковожу проектом «Счастливая школа». Вот мои контакты, если есть вопросы, будут после. Ну а напоминаю вам, что вопросы после каждого блока на ваши какие-то пожелания и комментарии, вы можете задать их в ссылке, здесь вот вопросы, не в общем чате, чтобы я гарантированно их увидела и смогла ответить. После каждого блока я буду заглядывать в эту ссылку с вопросами и постараюсь отвечать на них. Итак, в самом начале своей карьеры, после первого декрета, когда мы были молоды и прекрасны, я вернулась работать в школу и увидела, что многие мои коллеги выглядят уставшими и даже некоторыми подавленными. И составляя план, как раз я включила несколько мероприятий по работе с эмоциональными ресурсами для педагогов. Что же сказал мне мое тогдашнее начальство, что «да что вы, разве это надо делать?» Да тут надо с каждым работать, педагогом. Поэтому давайте-ка лучше возьмемся за диагностику, за мероприятия с детьми, за профилактику и просвещение родителей. И все. А педагогов, ну если вам так очень хочется, вы можете между делом с ними работать. Но в планах, пожалуйста, не включайте, потому что это объемная работа. Меня тогда это как-то удивило, но времени на это не осталось больше. Действительно, работа в системе позывания захватывает. Поэтому наша с вами сегодняшняя встреча будет посвящена вот этому плану. История появления этого термина, причины, почему это появляется, симптомы, как мы можем для себя это выяснить, то самое это с нами происходит или не то. Стадии, зарубежно авторов как разделил, потому что это не одномоментный процесс. «Ой, сегодня я устала, и у меня вот эмоциональное выгорание». Нет, это то, что накапливается по времени долго и имеет свою динамику развития. Также мы познакомимся с экспресс-диагностикой, ну и более подробной диагностикой, которую вы можете воспользоваться уже вне нашей встречи, за рамками нашей встречи. Три аспекта проявления этого синдрома выгорания, потому что многие сейчас вопросы усталости, астении, информационного стресса, нагрузки воспринимаются как «Ой, да, я вот выгорела». На самом деле так ли оно или не так, вот мы с вами рассмотрим. Затем наши семинары, все-таки встреча, больше практическая возможность. Поэтому сами постараемся для себя выбрать ресурсные модели непосредственно, которые могут помочь каждому из вас, и вы можете ими делиться. Затем попробуем сделать несколько упражнений прямо сейчас в рамках нашей встречи и познакомимся с интернет-ресурсами, которые могут вам выручить, помочь вне обращения специалистам, самопомощь так называемая. Я очень люблю этот формат, потому что когда мы отложим еще визит к специалисту, а так можно себе начать уже оказывать помощь прямо сейчас. Презентацию, конечно, можно скачивать, есть значок. Для этого всегда оставляю свою презентацию для дальнейшего использования. Итак, начнем. Вот этот термин «самовыгорание» перед вами Фреденберг, придумал, вот так выявил, аж в 1974 году. И вот эти много что понятий, почему люди перестали гореть, это первое понятие, когда он заметил, что к нему как к специалисту, он был в сиатре, невролог, обращаются люди помогающих профессий. Именно помогающих. Нет значка. Хорошо, мы это поправим обязательно. И презентация будет доступна для скачивания. Что-то там не включилось, обязательно включим. Будет возможно. Вернемся. Так вот, больше всего к нему обращений, как к психиатру, с синдромами астении, истощения, обращались люди, медсестры, социальные службы, и затем добавились педагоги. И выяснилось, что те профессии, которые связаны с чрезмерным оказыванием помощи, где встречаются люди с горем, где вынуждены быстро принимать решения, оказывать эмоциональное такое сообщение энергии другим людям. Сами они подвержены, вот странному тогда, вот еще не было названия, синдрому эмоционального горания, который затрагивает всю их личность. Начинается с профессиональной среды, сферы, а затрагивает всю личность педагога, вообще человека. Итак, первое, конечно, обратите внимание, что это медсестры, социальная служба. Но сейчас список профессий, которые подвержены эмоциональному горанию, расширился. Перед вами название профессии, которая сейчас наиболее часто или быстрее других подвержена этому синдрому. То есть те, кто главная работа, человек-человек, помогающий профессии или менеджеры, или те, кто слишком долго работает с высокой степенью эффективности, и просто отоспаться уже недостаточно. Их деятельность, вот эта профессия, может быть, сейчас она называется так, вот в списке перед вами, которые были. А ведь в дальнейшем название профессии может расшириться. С чем это связано? Потому что мир меняется, название профессии меняется, но характер деятельности, которую люди производят, остается. Итак, это, конечно, эмоциональная насыщенность и когнитивная сложность. То есть надо быстро принять важные решения. Необходимость внезапных реагирований на происходящее на рынке. Ну, например, там, наступление новых товаров, или опять очередная... указивка, хотел сказать, но все-таки подбираю слова. некоторые ЦУ, так скажем, да, вот. И то, что мы только имеем указания, но не знаем, как их выполнять, неопределенно связано, как раз способствует нашему развитию нервно-психического напряжения, требует максимального реализации, мобилизации для решения этих задач. Ну вот, почему же наш мир меняется? Раньше только две профессии — медсёстры, соцработники, педагоги. Всё, никто больше не подвержен, а теперь всё больше и больше. Почему? Наш мир меняется. Теперь есть такое понятие «вукомир». Он пришёл к нам из сферы бизнеса. Это акроним из первых слов. Нестабильности, неопределённости, сложности, неоднозначности. А по сути то, что всё меняется, нет постоянных ориентиров, нет того, что, например, в нашей профессии, да, люди, работающие с детьми. Значит, это точно будет урок, есть план, и ничего нового не ожидается. Как мы бы с вами сказали, ещё в XVII веке я на Москаменске придумала классно-норочную систему. И всё, больше ничего не изменилось. Но сейчас не так. Мы должны быть успешными, мы должны осваивать новые технологии. Мы вдруг должны были вести урок с вами дистанционно, в конце концов, использовать всякие платформы и так далее, и так далее. Всё это называется вукомир. То есть ситуация, когда чёткий ориентиров и прогнозов. Разве мы сами могли предполагать, что будем сидеть дома ещё год назад? Нет, не могли. Однако, что мы сами сидели, думали, что будем носить маски всегда, а не только в больнице? Нет, не думали. Вот эта ситуация неопределённости и низких прогнозов рождает как раз тревогу во многих сферах. То есть сейчас не только эти профессии, подверженные эмоциональному выгоранию, но и многие-многие другие. Какие же навыки нам требуют, от нас требуют, нам предъявляет создать этот меняющийся мир? Мы с вами должны быть успешными, всегда прекрасными, должны иметь связь с поколениями, молодыми, потому что они как будто более компетентны в новых областях, а новые области шагают в нашу жизнь стремительно. Ещё недавно мы могли чему-то сами научить детей, но и в нашем мире уже дети могут нас научить, как пользоваться теми же гаджетами, как скачивать презентации и так далее, и так далее. То есть как будто одно из требований, что мы должны с вами, держать связь с этими новыми поколениями и у них уже чему-то учиться. И третье, мы должны дарить радость и любовь. Представляете, это тоже требование вот этого меняющегося мира. Этому же самому служат все вот эти мессенджеры, глянцевая такая картинка между реальной жизнью, такой спокойной, и выбором глянцевой картинки, это тоже Инстаграм и так далее, ТикТок. Более для сейчас перспективно, более весомым будет картинка о тебе. И эта категория, позиционировать радость и любовь, тоже включается в стиль нашей жизни. Как же теперь нам сохранить себя, как человека, как ресурсного человека, как человека, дающего, продолжающего оказать помощь, поддержку другим? Оставаться, жить с удовольствием, с радостью, не показной не картинкой, а настоящей. Вот этому посвящена наша сегодняшняя встреча. Но для начала исследуем вот эти вопросы, навыки, которые от нас требует Лука Мир. Итак, причины выгорания, то, того самого, которого мы сейчас с вами должны изучить, они могут быть внешние причины, внутренние причины и физиологические. Как только это всё вместе собирается, да, бинго, человек попадает в десятку, и этот синдром начинает развиваться усиленно. Первое. Внутренние факторы, личностные. Какой человек более склонен к эмоциональным реакциям выгорания? Дело в том, что синдром эмоционального выгорания начинается на работе, но как метастазы, как болезнь неприятная затрагивает все сферы личности. Но и опираясь при таком возникновении тоже на все сферы личности. Итак, склонность к эмоциональному истощению. Кто более впечатлителен? «Ах, сегодня ученик не приготовился!» «Ах, он опоздал!» И тут же вышел из-за порог кабинета. «Ой, какая новая красивая кофточка!» «Ой, какая снег! Какая погода прекрасная!» Вот эти люди менее склонны к созданию этого национального синдрома выгорания. А те, кто более стабильный, ригидный, так скажем, «Я попала в свое чувство, я вот сейчас настроилась, меня что-то расстроило, и я долго это держу», они находятся в группе риска. Следующее, ответственное поручение, трудоголики. Ах, такие они ответственные, серьезно относятся. На этой стадии много педагогов или людей, которые начинают работать с людьми, быстро выгорают. Им кажется, что надо все очень делать хорошо. Ни в коем случае не призываю вас к расслабленности на работе, но все-таки все сделать отлично невозможно. И вот люди, которые очень к этому склонны, к перфекционизму, тоже в группе риска. Следующий параметр – слабая эмоциональная отдача. Что это такое? Мы привыкли сейчас мерить все деньгами. Я поработал, я получил оплату. Может быть, это и прекрасная стимул реакции в других областях, но если мы работаем с людьми, то нам важны именно эмоциональная отдача, благодарность, светящиеся глаза. Я как психолог больше помню не то, как семьи сохранились, как отношения наладились, а не то, сколько я там заработала, какая у меня зарплата на этом месте работы. Безусловно, для нас отдача эмоциональная очень важна. Помните, как нам сказали всем обратиться, если нам нужны деньги, в другую сферу, в бизнес? Вот именно про это. Если мы действительно думаем только о позиционных достижениях, статусных достижениях или заменяемых материальными и не ждем отдачи или не получаем ее, мы тоже в группе риска. Нравственные дефекты или уже дезориентация нравственная в нашем меняющемся мире, это как раз про тот мир, с чего я начала, меняющийся мир, очень опасно. Мы можем думать, что для нас это неважно, и что сейчас человек к человеку волк, но на самом деле без вот этой сочувствия, эмпатии мы не можем так работать в этой области. И быстро выгорем. Но остальное, я думаю, не требует комментариев. Остановлюсь вот на этом термине, алекситимия, неспособность высказывать свои ощущения словами тоже нас вводит в группу риска. Так начинается работа, в частности, моя следовая психолога, когда они говорят, мне плохо, неплохо. А как вам плохо? Не могу подобрать слова. Просто плохо. Вот это то самое, которое может нам тоже сыграть плохую службу. Мы должны пользоваться именно точностью своего словарного, эмоционального багажа. Итак, сейчас мы с вами, вот тот доголизм мы с вами уже затронули, и люди без ресурсов — это те, кто не поддерживает социальную такую сферу, среду поддержки, стабильность. Хоть и гаджеты нас приучают быть каждым поодиночке, мы всё можем сделать сами, почти всё. Но всё-таки те самые посиделки за чаем, те самые походы в гости, что сейчас всё реже и реже, они тоже нас могут подпитывать, или, если их нет, истощать. Так как я говорила, что мы с вами больше сегодня будем работать не на теорию, а на практические занятия, перед вами экспресс-тест на ваш трудоголизм. Потому что это один из факторов, который может привести вас к синдрому эмоционального выгорания. Поэтому постарайтесь сейчас ответить быстро, считая только, например, на одной руке ответы А, на другой руке ответы Б. И если там совсем где-нибудь на листочке ответы В. То есть нам нужно. Пока я говорю, прочитайте. Могу перелистывать. Он короткий. Просто первое, что вам приходит в голову. А, Б и В. Думаю, что все уже смогли ответить. И вот теперь посчитайте ответы А группы, группа ответа В, группа ответа В. Преобладание ответов А говорит, что вы в группе риска. И вам нужно себя беречь. Чаще В. Отлично. Вижу, что если вы больше В, то вы и любите работу, и не в ущерб семье. Скажите, вы умеете не только хорошо работать, но и отдыхать. Ага. Вот Елена пишет, что чаще А. Это группа риска. Угу. Угу. Да. Мне приятно, что в основном у нас группа В. Вопросы, ответы точнее. Угу. Хорошо. Ну, а то воспользуйтесь. Очень хорошо. Двигаемся дальше. Отдыхать. Но, увы, я не умею отдыхать. Ага. Чаще В. Ничего, мы сейчас это обсудим. Как нам сделать лучше отдых? Ага. Очень хорошо. Молодцы. А в основном А. Вы меня беспокоите. Для вас наша сегодняшняя презентация. Угу. Про хобби тоже поговорим. Очень хорошо. Итак, внешние факторы. Это то, а то, что есть В, если есть В, то это незначительное В. Это хорошо, что вы умеете отдыхать. Угу. Так. Итак, внешние факторы. Это то, что мы выбираем какую работу? Руководство, когда много, много эмоциональных реакций. Это либо слишком неуправляемо, нет чёткой градации, либо слишком чрезмерно эмоциональной тревожности руководства. Работа в условиях дедлайна, дефицита. Когда сдайте отчёт до 11, напишите бумагу до вечера. Вот только недавно наблюдала такую картину, что после обеда вдруг сказали огромный проанализировать пласт работ, сделать экспертный анализ. Выделялось на это только два часа времени оставшиеся рабочие. И это действительно невозможно. Это может привести к истощению. И ты как будто виноват, что не смог сделать невозможное. И отсутствие сплочённого окружения. Того самого социального окружения, которое может поддержать. Здесь хочу привести пример менеджеров, часто встречающихся менеджеров, израильтяне и американцы. Вот у израильтян, несмотря на что-то, материальное стимулирование меньше, выгорание у них незначительное. В отличие от американских менеджеров, там оплата труда выше, но сплочение меньше и выгорание больше. Итак, симптомы синдрома цинального выгорания. Есть физические, поведенческие и психологические. Пролистаю быстро об этом. Вы тут видите перед собой физические, такие физиологические симптомы. Что я хотела бы сказать? Что всё-таки, если вы за собой замечаете это, первое решение ваше должно быть – обращение к врачу, чтобы исключить органическую причину недомогания. Именно органическую. Не надо списывать всё. «Ой, это нервы!» Если у вас что-то болит, пожалуйста, обратитесь к врачу. Если так бывает, как ко мне приходят клиенты. «Болел желудок, очень-очень долго болел, я была у врача, она меня лечила-лечила, ничего не помогала, она сказала вам, к психологу». Да, тогда это что-то связано с психологическим аспектом. Но в общем и целом, конечно, не игнорируйте сигналы своего тела. Поведенческие симптомы. Собственно, уже синдром эмоционального выгорания. Работа тяжелее. Профессия то приходит слишком рано, то убегают слишком рано. То есть то задерживаются в две крайности, то не хочется идти, не хочется брать на себя ответственность и повышенное чувство вдруг ответственности за подопечных. Хочется от всего этого спрятаться. И психологические симптомы, то есть симптомы, затрагивающие уже личность, они перед вами. Мы говорим, что нравственная деформация и дезорганизация, она может быть как присуща изначально человеку, так и выработалась в процессе уже работы. Если это изначально было что-то там такое, какой-то дефект личности, ну скажем так, дезорганизация нравственной личности, то вряд ли человек бы смог долго проработать. То есть такие люди не задерживаются в помогающих профессиях. Поэтому всё-таки мне кажется, что это связано с тем, что уже мы приобрели в процессе персональной деятельности. Итак, стадии. Нам предложил их зарубежный наш психолог. Вот они перед вами на медовом месяце. Как мы горим. Очень хотим доделать проект. Мы горим стартапом. Сейчас ещё немножко. Мы говорим, надо вложить в работу, и днём и ночью мы работаем. Это сейчас только период такой. Или вот это я потому, что вхожу там в должность. Надо ещё больше поработать, а потом будет, конечно, полегче. И работник сам, подчёркиваю, сам включается в эту гонку. Однако по мере менее становится энергичным. Нет, надо ещё поработать. А я просто не могу. Затем, значит, вторая фаза. Усталость, апатия. Со сном возможны нарушения. Также, может быть, трудовая дисциплина, как и то, что мы говорили, и приходят пораньше, и, например, уходят пораньше, и чрезмерно там хочет всё-таки себя проявить, и всё-таки может уже чувствовать усталость. Происходит усталость в ущерб своему здоровью. То есть он истощает ресурсы, но они ещё есть. Здесь уже синдром постоянной нехватки времени хроническое. То есть мы пришли в стадию хронической. Всегда я раздражён. Я знаю всегда, что что-то не сделано. Клиенты на этой стадии мне говорят, вот я всё сделала, но я чувствую тревогу, как будто что-то ещё не доделано. Я вот знаю, что что-то я забыла. Или что-то... Я знаю, что наверняка на работе что-то ещё осталось. Вот синдром менеджера часто не произошло. То есть постоянный стресс. Кризис. Здесь мы испытываем уже серьёзное заболевание. И главное здесь, такой признак, переживаем собственную неэффективность, ненавидевлённость к своим качествам работы и жизни. Не то, что что-то не так идёт, а это я такой. Это я плохо работаю. А другие в это время не отдыхают, а другие и дома что-то там пишут в интернете и снимают для Инстаграма. Другие ещё ролики делают. Одна моя клиентка здесь сказала, я бы хотела ещё больше работать, потому что мне нужно и Инстаграм, и соцсети, и менеджеры, и, собственно, саму работу делать. И хочу всё больше и больше успевать. На что я обратила внимание, что сферы деятельности расширяются и невозможно охватить собой. Сказать, нет, это я недостаточно эффективная. Это я должна делать больше. Ну и затем, вот мы попали, скажем, в дно. Болезни происходят в острую форму, и у работника столько проблем, что работа сама по себе уже становится невозможной. Не хотелось бы до этого доходить. Но мы помним, что... Ну, на моей памяти, по крайней мере, было, что скорая приезжала прямо к школе. Да, такое было. Именно за педагогами, а не в связи травмы. Итак, что мы здесь должны сказать? Что эмоциональное выгорание, которое начинается в профессиональной сфере, вот это называется профессиональное выгорание, затрагивает эмоцию, всю Личность, и это механизм защиты для того, чтобы мы до донышка не сгорели. Это перевод нашей с вами жизни и деятельности на режим экономии. Как помните, телефон, когда осталось несколько процентов энергии, он мне говорит, по крайней мере, мне говорит, всё, у меня режим ультра, я могу только звонить или только показывать, а вот уже другие функции я не могу делать, потому что не хватает батарейки. Вот это, если переводить на человеческий язык, пришло эмоциональное выгорание. Он не может делать больше. Всё. Режим экономии. Сейчас мы с вами экспресс постараемся сделать диагностику. Куда без неё? Перед тем, как мы с вами начнём следующий блок диагностики, я поставлю ответить на вопросы. Вот вкладка «Вопросы» отвечаю. Презентацию скачать можно, уже скачивают. Итак, как выставить школьному психологу работы при том шквале проблем, которые на него сваливаются. Люди, которые составляют норму рабочего времени, действительно не представляют, в чём заключается реальный труд. Зарплату вообще молчу. Наргозатраты несовместимы с денежным окупанием. Действительно, Галина, вы правы. И здесь вы можете либо добросовестно заполнять все указания, тот шквал накапливающихся на вас обязанностей, либо всё-таки их распределить. Мы об этом будем говорить. К сожалению, проработав 18 лет школьным психологом, я тоже не смогла для себя совмещать качественную работу с тем объёмом работы. То есть для меня была здесь такая дилемма. Либо я хорошо работаю с детьми, педагогами и родителями, но тогда я не успеваю вести документы. Может быть, может быть, кто-то умеет это вести, про энергозатраты, и хорошо работать, и делать хорошие документы. Но я не смогла. И у меня был период, когда я как раз говорила о том, что это я не могу эффективно работать. Да, но сейчас, оглядываясь, я понимаю, что вопросы были в школьном психологу, вопросы стоят очень серьёзные, и они разноплановые. Поэтому выделите для себя, я бы писала Логолине, выделите для себя те приоритеты, которые вы можете сделать, и введите документы, которые необходимы начальству. А на большее, понимаете, вы собой всё не охватите. Итак, перед вами три диагностики, которые помогут вам определить. Вопросы у нас закончились. Мы с вами сейчас попробуем сделать опросник Капони Новака, он самый короткий. Затем более развернутый опросник Маслач. Я только вас с ними ознакомлю по названию. И затем тест нашего отечественного психолога, который вслед в нашей стране, вслед за Фрейденбергом, поднял в 1996 году эту тему, и много очень для этого сделал. Он достаточно развернутый, и там хорошая тема интерпретации, но всё-таки он объёмный. Поэтому в рамках нашей встречи вы только познакомитесь с этими авторами. А проведём мы с вами перед вами опросник Экспресс Капони Новака. Итак, постарайтесь отвечать «да», «нет». Здесь очень кратко. Всего вопросов 10. На одной руке «да», на другой руке «нет». Первые шесть вопросов. Читайте быстро и быстро отвечайте, не задумывайтесь. Окончание. Пожалуйста, посчитайте, сколько у вас получилось «да». Теперь мы считаем только «да» на одной руке. Сколько вопросов вы ответили «да»? Пишите, пожалуйста. Пять, вижу. Мария, спасибо. Спасибо. Вижу. Пятьдесят на пятьдесят. Но всё-таки из десяти пять и пять. Хорошо. Итак, мы тогда переходим к интерпретации. За каждый балл вы себе посчитали. Итак, до шести баллов признаки выгорания. Да, вот когда три, пять я видела. В основном пять. То есть признаки выгорания есть. Можно, ещё можно взять немного отдыха, нет специальных мероприятий, отключиться от рабочих дел, и вы можете восстановиться. Если у вас свыше шести, значит, у вас высокая степень эмоционального выгорания. И пришло время специальных мероприятий по сохранению себя. Всё, нет, это прекрасно. Прекрасно, Ольга. Так и надо. Ага. Я рада, что у нас ни у кого нет десяти, но был вопрос у кого-то восемь и девять. Да, это высокая степень эмоционального выгорания, вот, и вам нужна специальная помощь. Просто отлежаться не подойдёт. Те, у кого ничего нет, это ноль. Ноль один. Синдром выгорания на данный момент отсутствует. Угу. В дальнейшей методике вы можете познакомиться с вами. Ну, вот экспресс достаточно уже, чтобы вы понимали. Итак, в чём проявляется эмоциональное выгорание? Оно как метастазы у рака проникают в нашу жизнь и бьют по эмоциональному истощению. У нас нет сил радоваться, хочется залезть под одеяло. У нас нет сил сочувствовать, поделиться энергией. А наша деятельность предполагает именно это. Деперсонализация. То есть, когда как-то я теряю своё «я», все психологи должны это делать, например. Все умеют это делать. Хотя, ну, каждый человек уникален, и у каждой есть свои ресурсы, и свои плюсы и минусы. И редукция, обесценивание себя и своих персональных успехов и заслуг. То есть, точно, я думаю точно, что я плохой человек, я выбрал не ту профессию, я профессионал. Вы столько уже в этой профессии, вы не можете быть точно никем. Это синдром того, что произошло уже обесценивание себя как профессионала. Мы переходим к практике. Я бы хотела вас познакомить с несколькими моделями, которые помогут вам, вам или вашим коллегам, или в работе, или вашим коллективам, сохранить себя и своё эмоциональное здоровье, и здоровье своего коллектива. Всё дело в том, что профессиональное выгорание, как говорят, заразно. Стоит одному человеку быть недовольным, отстраняться от всего, банкировать обязанностями. Так и другие, глядя на это, тоже могут сказать, а, почему же, если он так может себя вести, значит, это норма, может быть, это я что-то перерабатываю. Поэтому, если возник в коллективе такой человек, это может расползаться, и необходимо действительно оказывать помощь. Почему я говорю о моделях, о трёх моделях? Потому что вы можете каждый выбрать себе более подходящую. То, для чего вы больше настроены, что возможно вам воплощать, и что может быть вам близко. Все три модели комплексные охватывают все сферы деятельности. Поэтому я хотела бы кратко познакомить вас с каждой из них. Итак, немецкая модель. Если акроним, то есть они так располагают, на немецком языке я не сильна, но так как я училась у авторов, я им верю на слово, акронимы эти первые слова сформируют слово «здоровье». Это ресурсные каналы, каналы, где вы можете специально напитать себя энергией. Природа. Кратко скажу. Природа – это ваше взаимодействие с природой. Кто-то гуляет в лесу. Я знаю, что есть семьи, мои коллеги, которые каждый день гуляют, ну, каждую неделю гуляют в лесу, каждые выходные, проводят там много времени, несмотря на холод и снегопады. Кто-то слушает музыку. Достаточно полежать или включить музыку при выполнении работы. Я знаю, что есть такие парикмахеры или что-то там, кто включает музыку фоном и не так выгорает. Кому-то важно общение. Вот для меня важно общение с коллегами, друзьями. Может быть, что-то там не ладится в жизни, но я посмотрю, поговорю, встречусь, пьем чаю, обсудим какую-то ерунду, и я уже останавливаюсь. Для кого-то это может быть хобби. Нет, Ольга, моя работа не может быть хобби. Всё-таки работа – это оплачиваемая деятельность, которая имеет точки контроля, имеет зарплату, но и точки контроля имеет начальство. А хобби лишено, такие факторы важные, как дедлайн, и лишено начальства. Вы сами себе хозяйка. Вот, поэтому немножко я предлагаю вам это различать. Спорт. Все модели включены, включают спорт, но для кого-то это просто необходимо. А для кого-то это тот ресурс, когда я от нервов, например, знаю, идёт в спортзал, и чем больше нагрузка, тем он больше уходит в спортзал и восстанавливается. Животные питомцы. Вчера у меня коллега рассказала, что я обнимаю кота, и он на мне лежит на груди, я его трогаю, и мне становится легче. Семья. Для меня это тоже канал, который достаточно ресурсный. Пожалуйста, выберите сейчас, для того, чтобы вы могли восстанавливаться, два-три канала, которые для вас приемлемы. Например, на моём примере, я точно могу восстанавливаться через общение, через спорт и через семью. Елена, вижу. Через общение, через спорт, через семью. Вы. Два-три. Только общение не подойдёт. Да, вижу. Хобби, природа, спорт. Прогулка с собаками, сон. Сон не подходит. Прогулка с собаками – это и природа, и животное. Всё верно. Да, да. Общение – хобби. Да, вижу. Скажу, что чем больше вы активизируете каналы восстановления, тем вы более ресурсны. Ничто уже не восстанавливает, Вардимир пишет. Я вообще на работе с избытком. Значит, вам надо найти каналы восстановления другие. Вкусная еда. Совершенно верно. Да, это очень важно. Не знаю, куда это включить. Скорее всего, это, может быть, семья, но что-то там связанное с телом. Да, точно. Общение, вязание. Да. Перейдём к следующей модели. То есть, чем больше для вас важно, каналов доступно, тем вы более ресурсны и можете восстанавливаться. Вот я вижу, аж 4 канала приемлемые. Сон очень хорошо восстанавливает. Да, но это физиологическая потребность. Это не ресурсный канал. Это то, что мы не можем отменить. Для нашей просто физиологии. Да, религия. Очень хороший вопрос. Религия куда можно отнести? Я думаю, что это точно не хобби. Это такая ментальная, такая эксцентральная вера, посещение храма. Да, действительно. Немцы не описали, но я думаю, что это очень важный канал. Да. Ну, видите, мы можем корректировать. Итак, вторая модель. Позитивная психология. Авто Селикман. Молодец психолог. Он придумал, вернее, провёл опыт, как, но только не единственный канал. Религия общения с Богом не единственный канал. Не может быть единственным. Это слишком узко. Итак, оптимизм. Он был такой опыт, после чего с животными, кратко скажу, что он вывел такое понятие «выученная беспомощность». А значит, если мы выучиваемся беспомощности, значит, мы можем научиться и помощи себе, когда можем что-то преодолеть. И назвал он «позитивная психология». О чём он говорил? Первое. Это контроль на привычном стиле мышления. Наши мысли рождают переживания. Переживания рождают химическую реакцию. Не стала включать, но вот в нашу с вами встречу, но вы наверняка знаете, что те или иные эмоции рождают либо одни гормоны, либо другие. Вплеск в кровь. И организм поддерживает нужный гомеостаз. Он привыкает к тому, что, да, реакция состав крови примерно такой же. Этого компонента, например, волнения, кортизола, больше, чем другого. И даже если мы не волнуемся, то нам подкидывают тревожные мысли, чтобы мы заволновались и организм привык к такому стандартному химическому составу. Если так это работает, значит, мы, по мнению Мартина Селегмана, можем себя принудительно заставить думать положительно, позитивно. Значит, мы можем контролировать свой стиль мышления от негативного, приходя к позитивному. Больше радоваться, больше замечать, больше испытывать положительные эмоции. Даже та же самая улыбка, которую так любят американцы, она влияет на наше состояние тела. Второе его положение, что мы можем внимание контролировать, собирать, так, локус контроля, на положительном опыте. По привычке мы говорим, ну, то, что само собой получилось, это хорошо, а вот не получилось у меня то и то. Но на самом деле мы можем сказать, да, это случайно получилось, ну что ж, ну там, что-то не получилось. Зато я сделала то и то отлично. И вот запоминание того, что вы сделали хорошо, тоже является обучением себя оптимизмом. И, наконец, статус успеха, который мы, как педагоги, часто делаем для детей. Но надо же эту же самую, статус успеха, формировать и для себя. Еще одна модель Филиппа Гузенюка также предлагает разные направления, которые можно включать в свою жизнь. Перед вами здесь вот как раз хочу обратить ваше внимание. Они где-то перекликаются на новое слово влияние и развитие, да. Любовь как вот, если ты не в ресурсе, любовь, вот надо любовь иметь. Ну, предлагает некоторое упражнение в его модели, как это можно и развить. И смысл. Очень хочу обратить ваше внимание. Когда-то, когда мы выбирали профессию, мы знали, зачем, да. А теперь спросить себя, зачем я это делаю? Зачем я работаю в школе психолога? Зачем я учу? И именно этому детьми, детей. Итак, есть такое даже упражнение в паре. Один что-то говорит, а другой говорит, зачем? Что-то еще говорит, зачем? Мы докапываемся до сути того, для чего смысл, для меня лично, в чем, на моей деятельности. Итак, если мы с вами переходим к личной, личной составлению, личной модели, такой ресурсной, комплексной системы, если истощение происходит на трех параметрах, физическое, когнитивное, эмоциональном, значит, и часть для восстановления ресурса должна быть и физическое, на физическом уровне, на эмоциональном уровне, и когнитивном, то есть умственном, и когнитивном, обращу ваше внимание для составления дальнейшего плана. Перед вами очень известное упражнение «Колесо баланса» в своей жизни. В интернете очень много шаблонов. Вот здесь вы можете внести те самые пункты, оси, которые вам понравились из представленных моделей, из представленных моделей, то есть то, что люди... подумали, придумали и сделали, что это важно. А в «Колесо баланса» мы можем эти оси внести, отметить от 1 до 10, где я сейчас, и важно... Ага, повторю. Предыдущая модель, автор Филипп Гузенюк. Посмотрите, пожалуйста. В презентации вы можете скачать. Отвечу на все вопросы. Делали «Колесо баланса» очень хорошо. Но вот шаблон «Колесо баланса» — это известное упражнение. Оно может служить для разных задач. Может, для бизнеса, для развития, может быть, для что-то еще. Но я предлагаю вам создать свою модель ресурсного колеса, комплексного такой модели. и отметить самой, создать вот эти оси, что для вас важно из предыдущих моделей. И немаловажный такой аспект — не просто написать оси, отметить, где я сейчас, а в каждой секторе, для каждой оси, написать конкретные три дела для повышения этого, этого параметра, для повышения этого ресурса. Для примера просто вы можете по-другому выбрать себе. Но это важно здесь не просто написать в констатенции. Я сейчас здесь. О, все, жизнь кончилась. Но подумать, что вы можете реально каждой своей жизни сделать для улучшения этого параметра. Я вас уверяю, что там, где и так много, вы легко придумаете дела, которые помогут еще увеличить такой индекс. А где не хватает, вот здесь, например, мало, то и дела придумать будет сложнее. Именно это и является терапевтическим эффектом. Пожалуйста, не откладывайте. Вас всячески стимулирует. Итак, мы перейдем к конкретным. Конкретным. У нас заканчивается время. Я бы хотела рассказать об этом поподробнее. Техники упражнения, которые вы можете делать прямо сейчас в своей жизни. Итак, практика отлично. Попробуйте. Один день своей жизни. Один. Попробовать начинать все слова, которые вы говорите, все фразы, со слов «отлично» и дальше. Та самая гомеостаз, химический гомеостаз нашего тела будет настраивать мозг, как будто вводя его в заблуждение, что у вас все хорошо. И химические составляющие нашей крови, организма, будут подстраиваться под это слово, что все отлично. Даже я говорю, так, отлично, я опять опаздываю, ну что ж теперь, придется поторопиться. Попробуйте. Один денек. Не сложно, не требует от вас там идти в спортзал, выделять, покупать что-то там, снаряжение, выделить время, пойти в лес, кого-то сподвигнуть. Начните с себя. Это просто, но это очень действенно. История силы. Тут перекликается с темой Мартина Селигмана про фокус внимания на своих успехах. Прекрасно. Как кому подходит больше? Кому-то прекрасно, кому-то, может быть, и отлично. Я говорю, отлично, мне подходит. Ага. История силы. Здесь важно, тоже из-за Мартина Селигмана, три ситуации любого масштаба вашего успеха этим днём. Напишите, и главное, чтобы вы проговаривали кому-то. Но если нет, кому проговаривались, можно написать на листочке или в телефоне. Затем. Мой сын, шестилетний, очень мечтает о машинах. И он говорит, ах, я хочу Порш, я хочу, я не вспоминаю марки-модели, но что-то очень дорогое, у меня никогда этого не будет. У тебя целый ящик маленьких машин, моделек. Ну да, да, но, а вот Поршу-то ещё нет. И что такое? Это замечание того, что у нас не ухватает, делает нас уязвимыми и толкает нас в печаль. А если мы скажем себе, что да, этого нет, да, но фокусируемся на том, что у меня есть спасибо, скажем, слова благодарности коллегам, руководству, администрации, той же самой, которая навалилась только задач, детям или семье и, главное, себе. По опыту своих клиентов сказать, что благодарность себе оказалось проявить, сказать очень сложно. Также можно написать, главное, чтобы выделить один день в неделе, выходной. Да, есть на этом книга, есть книга Полиана, но всё-таки попробуйте начать с себя. Напишите тем, кому вы хотите благодарность, обязательно себе. совершенно верно, тот самый пример про стакан. Благодарность тому, что есть. Баланс между «хочу, могу и должен» уже избит в темах бизнес-семинаров. Посмотрите в интернете, вы поймёте, что вы не должны столько, если вы этого не можете. Ну и в заключение, презентация будет памятка о том, как себя помочь. И здесь в последней минуте я хотела бы остановиться на том самом звукомире. Мир прекрасен, он сложен, он наполнен гаджетами и скоростью, у нас мало времени, и тем не менее в нём тоже появляются ресурсы для нас, для эмоций, для таблеток. Посмотрите, перед вами в конце семинара есть несколько приложений, которые вы можете сейчас уже скачать в свой телефон, которые могут вас поддерживать. вот одно приложение, там и может есть, которое писать словами, есть приложение, которое только может отвечать на вопросы, даже делать ему упражнения, помогать, подсказывать, если у вас сейчас так что-то может сделать то, дать заметки. Ещё одно приложение, да, педагоги, конечно, конечно, выгорают, но тем не менее вот это приложение позволит вам записи собирать о том, когда вы можете. Приложение скачивается, забейте вот эти названия, сразу вам будут ссылки. Ага, это приложение мне особенно нравится. How are you, да, понятно, что оно былоязычное, но есть русская версия переводной. И здесь прямо есть упражнение для повседневной жизни, чтобы поддерживать своё самочувствие. очень важно. Ну вот мои контакты. Благодарю, конечно, вас за отличную, отличные отзывчивые семинары и активное участие. Сейчас я хотела бы ответить на вопросы. Почему все психологи нерусные? Ага, как раз Владимир задал мне вопрос, который меня саму, когда я была и училась, на заре, очень волновал. Почему так продвигают зарубежную психологию и нет такой удобной формы для ознакомства с нашими отечественными психологами. Вы, безусловно, право, Владимир, я очень поддерживаю отечественную психологию. Она мне близка больше по ментальности. Но американские психологи, в частности, там англоязычные, венские, австро-венгры много, разрабатывают сейчас в более доступном формате, их более продвигают. Например, наш Бойко, который разработал в 1996 году, позже, чем Фреденберг, концепцию эмоционального выгорания, мне кажется более объемным, более таким глубоким. Но его не так упаковали в приложение, его не так продвигают. Все ссылки больше открываются зарубежные психологи. Но наши психологи не менее интересны, они есть, их тоже. Мы в основном пользуемся, конечно, их версиями. Вы знаете, даже думал, отвечая на ваш вопрос, благодарю вас за то, что вы активно участвуете. Спасибо вам за ваши отзывы. А в защиту своих психологов, отечественных психологов, скажу, что синдром эмоционального выгорания в нашей стране возник позже, позже, на 20 лет. Не потому, что он изучался позже, а потому, что просто наша дружность социальная, ментальность, она, конечно же, способствовала поддержке и сохранению эмоционального жизни. А то, что мы не были трудоголиками, и деньги были для нас не главными, а мы все ходили в другую гости, напекли пирожки, пошли, и двери у нас не закрывались, и дети сидели друг с другом с соседями, не просили мы за это деньги соседей, правда? Вот. Это как раз позволяло нам быть дружными и не попадать в синдром национального выгорания. На этом мы